Да, хорошо, в понедельник. Нет-нет, это не телефонный разговор. Ну хорошо, записывай. Леночка, я еду на переговоры. На завтра, на утро все отменяется. Редактор субтитров А.Семкин Стоп. Как это все могло получиться? Редактор субтитров А.Семкин Современные средства связи. GSM, электронная почта, блютуз. Не очень-то безопасны. В любой момент к вашим разговорам или перепискам могут получить доступ третьи лица. Никакой конфиденциальности. Я думал, что мне нужна только такая служба безопасности. Пистолеты, камеры, бронированные машины. Оказалось, что самое уязвимое место моего бизнеса – это связь. Леночка, я еду на переговоры. Для перехвата нелегалы выпускают специальное оборудование. Приемник перехватывает сигнал вблизи от цели, далее сигнал обрабатывается, расшифровывается и сохраняется на компьютере двумышленника. Мало того, профессионал может тайно управлять коммуникатором, добавлять или изменять информацию и даже отправить сообщения от лица владельца. Это неприятно. И речь не только о коммерческой тайне. В любой момент ваши близкие могут попасть под угар. В общем, вы поняли. Все это очень и очень серьезно. Обычная, нешифрованная связь – это дыра в безопасности вашего бизнеса и угроза вашим близким. Но я успел понять это вовремя. И поэтому ни с моим бизнесом, ни со мной, ни с моими близкими ничего подобного не произойдет. Продолжение следует...